Пятая серия Предлагаю вашему вниманию такой вариант заставки маршрута пятой серии Если будут пожелания, то картинку с левой стороны можно было бы увеличить, например, на половину экрана Для тех, у кого нет возможности полностью просматривать видео, ускоренное в три раза То можно было бы в данный момент видео ускорено в 64 раза Вот в таком варианте Просмотреть быстро, ну, путь Посмотреть, ну, где интересно, можно кратковременно остановить Не знаю, если получит поддержку такой вариант То заставку можно было делать Половина экрана видео, половина экрана маршрут на карте Жду ваших рекомендаций, пожеланий, советов в этом плане Ну, вот как-то примерно так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот тут опять какие-то возникли проблемы у меня с навигацией сейчас не помню что там было конкретно или по всей видимости навигатор так забарахлел прикуриватель не прикуриватель а этот разведкитель пропало напряжение на видеорегистраторе но из-за того что надо таками есть встроенный аккумулятор видеозапись не прервалась отключить все отключилось все работает поехали немного плутанул со съездом на площадке тут крутанулся немного съезд был через 800 метров по моему через 200 метров не помню но я как-то ну одним словом буханулся а а а а а а а а и а а а и а Впереди город, ограничение 60 Снова на трассе Проеду по краю города Потому что время уже позднее И проехал очень мало От вечерней пробки Пробка затруднений небольшого В объезд Ростова на Дону Еще было намерение проехать через город Но эти пробки, они, конечно, все планы спутали Дождь накрапывает Должен сказать Дождь кратковременный Трасса М4 Дон Покинули преград Ростова И направление в сторону Краснодара По-моему, платная дорога Должен следует... Кроме того, я готовлюсь Должен следует... Должен следует... Должен следует... В прошлые поездки в Крым мы ехали по другой дороге в объезд по трассе А-135 В этом случае я решил ехать по М4 Петли это потеря времени, светофоры Телефон 8 938 151 7560 Впереди развязка На трассу Ростов-на-Дону Волгодонск В то же время Ремонтировали мост. Ремонтировали мост. С правой стороны Батайск. Впереди будет развязка на Батайск. Перестраиваю навигатор. Впереди кольцо будет. Развязка такая. Там остановят ДПСники. Я остановился. Меня остановили и слышу, как второй говорит первому. У него два видеорегистратора. Вышел из автомобиля. Этот поинтересовался, почему два видеорегистратора. Я сказал, что снимаю видео о дорогах России, чтобы потом автотуристы, автопутешественники могли ознакомиться с трассой, инфраструктурой. Спрашиваю, это в Ютубе размещать будете? Я говорю, да. Заглянул в салон автомобиля. Пожелал счастливого пути. И все. Ну, еще на двери, на окне, с обоих сторон у меня табличка такая была. Видео дорог России и значок Ютуба. Досмотр сплошной, постоянный. На дальних подступах. Вроде же недель назад укатилась, хуй нашел. Ну, это же одно, что оно должно, блядь. Одно уплыло там возле прицепа прямо. А, тоже отвалилось, но оно катилось на нем еще, на прицепе. Сейчас услышите разговор, наверное. А что-то служба была. А что-то служба была. А что-то служба была. А что-то у вас две камеры, да, или сколько? Две. Не слышно диалога, к сожалению. Ну и все. Отпустил. Отпустил. Камера в спину. Ограничение 90. Камера в спину. Стекла. Четкая, хорошая разметка. Отличное полотно. Есть и бесплатный. Но он бесплатным не выйдет. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Терминал оплаты. По-моему 60 рублей тут взяли. Это последний пункт оплаты. А далее, по-моему, все было бесплатно. Далее терминалы будут попадаться. Но они находятся в состоянии строительства. Терминала. То есть, по сути, движение было бесплатным. Объезжаю объезд терминала и дорога-то уже готова. Но сами терминалы еще в состоянии строительства. Терминук гида. Терминал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорога к Краснодару замечательная от Ростова по М4 Вообще в эту поездку цены резко подскочили на топливо на бензин, на соляру Дорога к Краснодару Трасса М4 Дорога к Краснодару Через 600 метров Держитесь левее Движение в сторону Краснодара Дорога к Краснодару Дорога к Краснодару Дорога к Краснодару Дорога к Краснодару Субтитры сделал DimaTorzok Мы Nagper Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Держитесь левее. А это просто я ей не эту ногу. Держитесь левее. 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 Поехали Кущевскую. 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 заехал залил полный бак бензина по моему и и и и и и и через пятнадцать километров я не засек время старта поэтому точно не мог знать в каком состоянии карты памяти чтобы не удалить начальные файлы начал искать место для ночевки для привала хотя еще можно было ехать часа два наверное впереди мобильный пост дпс контроль скорости ограничение 90 и 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 Сделали платную, а терминал еще не готов. Считается, едет на халяву. Ремонт авто, ерунда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь полотно дороги совсем сухое. Сюда капли дождя не дошли. Небо вроде бы проясняется. Продолжение следует... Продолжение следует... Через 600 метров держитесь в аллее. Это развязка... На трассу R217. Развязка R217 и М4. Ну вот здесь решил остановиться... Впереди город. Ограничение 60. Ничего здесь не решил... Мне не понравилось... Трудно объяснить... Полотно стоянку зашел внутрь... Решил ехать дальше... Решил ехать дальше... Решил ехать дальше... Решил ехать дальше... Решил ехать... Решил ехать дальше... Решил ехать... Решил ехать... Решил ехать... Решил ехать... Решил ехать... Решил ехать рядом... Решил ехать дальше... Субтитры делал DimaTorzok Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну вот, выбрал место. Решил остановиться. Место не обжитое. Стоянка очень новая. Ночь прошла спокойно. Стоянка 100 рублей. Так, ночь пошла нормально, спокойно, тихо. Вот так вот. Ни комаров, ни других кровососов не было. То есть, место чистое, сухое, вполне комфортное. Новая площадка еще до конца не построена. На магазин пока работает. Заправка, бензин. Цена средняя, как и на трассе. Многие, кто едет на юг, я вот видел, ночью останавливались, отдыхали. Кстати, стоянка платная 100 рублей ночи. С детьми останавливается туалет. Сейчас крок сделаю и поедем. На улице жарко. Ну вот, комментарии завтра убили. Я перестроил и через Краснодар по окраине города. Ну так, краешек немножко зацепить. Я был в Краснодаре. Так, ну а я пока почитаю сообщения. На мостах, по-моему, километров 400. Которые поступили к этому времени. Логин Путник 81 написал. Спасибо большое, что поехали от Хургана на Ишим через Исецкое и Ялторовск. Теперь есть наглядное представление об этом участке. А то через Бердюшку не очень охота ехать и трястись. Отвечаю. Значит, уважаемый Путник 81. Не знаю, здесь мошенники попадут заняты. Бердюшку уже два года как сделали. У меня есть видео. Можете посмотреть. Бердюшки как таковой уже нет. Дорога ровная, гладкая. 19 километров уже отремонтировали. И многие большие грузы теперь рванули не через Казахстан, а через Бердюшки. Уже радиостанция ПЭН ловит уверенный прием Долбанова Мегафона. Надо будет разбираться, почему с меня сняли такую огромную сумму. Интернетом почти не пользовался. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Логин Александр 7 написал. Было бы хорошо, я думаю, если бы выпустили видеорегистратор, к которому можно было бы подключать хард. На сайте Датакам есть раздел, где можно оставлять свои пожелания по совершенствованию видеорегистраторов. Времени около 12,5 часов. Все потому, что проехал мало. на 14,5 с небольшим километром. Но по причине того, что 5 часов простоял в пробке. около 5 часов. Оставил варианты для тех, кто отправляется в дальнюю поездку. И нужна большая память. Много прибамбасов, которые необходимы в дальних поездках. Они, конечно, в них нет необходимости при движении по городу. А на дальние расстояния есть специфика и особенности, которые будут отличать видеорегистратор для поездок на дальние расстояния. очень хороший участок дороги. Вот можете посмотреть. Вот уже проехали. Были эти стояли светоотбойники, что ли. На разделительном отбойном вот этом. Ну, разделяющие потоки участки. Вот снова начинается. Вот посмотрите. И эти с левой стороны. А, нет. Тут до конца нам не довели. Свет от встречных автомобилей. От фар встречных автомобилей не слепит. Вчера вечером это было хорошо. Заметно. Я думаю, отправляясь в поездку. Обратите на это внимание. Ну, отвечать, наверное. Наверное, на сообщение Александра Седьмого логин я, наверное, буду уже в следующей серии. Потому что не хочу перебивать то, что сейчас комментирую на трассе. Так что бердюжку сделали. Можете безбоязненно ехать по ней. Но до бердюжки еще нужно добраться. Вот до бердюжки значит дорога там на троечку. К сожалению, интернета нет. у меня все деньги сожрал этот долбанный мегафон. За что сожрал? Не знаю. И мегафон, и ТВ2. Все уничтожили. Все деньги, которые были. Все психую. Нервничаю. Я не пользовался интернетом но пользовался только для навигации. Но это было не вчера, а позавчера еще. Так Пока пауза возникла, Александр 7 написал логин. Сколько же ремонтов перед сезоном. Ужас просто. Да не то слово. Уже сколько времени все ремонтирует, ремонтирует, ремонтирует. Так, смартфон, навигатор. Пока отключил, чтобы не расходовать заряд аккумулятора. Ну, я на Яндекс.Навигаторе скачал карты, и поэтому дальше ехал по Яндекс.Навигатору. А тут авария произошла. Ну, на задний видеорегистратор. Это заснято там. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 90. И дальше путь продолжил уже без интернета. Это даю советы по экипировке. Что на себя одевать. А что одеваться. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 90. Было бы... Не дает говорить, блин. Так вот, полусовершенствование... Да что такое? Допустим. Допустим. Значит... Лови. Платная дорога. Екатерин терминал. Взимает плату на 60 рублей. Два остальных терминала пока в состоянии строительства. В стадии строительства, наверное, Играет Краснодара. Я думаю не АК. Вот. АК. 3 терминала будут действовать. Я думаю, скоро запустят. Сезон начнется. И как сказали дальнобойщики мне вчера, поедут моряки. Моряками они вызывают. Те, кто едет отпускать на море. Это туристы, это отпускники. Так что имейте ввиду, отмечники вас вас дальнобойщики называют «моряками». Ну что, нормальное название, не оскорбительное. Вчера простоял в пробке. Более пяти часов. Точно можно будет посмотреть на видео. Значит, на аккаунте видеодорог России по всей вероятности в эти пять часов я ограничиваюсь двумя файлами. Это как только влюхался в эту пробку. И это будет первый. И второй файл, это когда уже из пробки вылез. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Ну, нет смысла для тех, кто собирается в дальнюю поездку посмотреть. 12 километров или 10 километров двигаться пять часов. Ну, мало интересного. А вот на втором аккаунте Видеодорог 2 там это видео я размещу в полном формате. То есть, с оригинальным звуком, с оригинальным аудио. Все... Ну, там самое интересное, это общение дальнобойщиков. Там мат-перемат, конечно. Вот, то я сделаю, а потом... Предупреждение в виде надписи в начале ролика 18+. С предупреждением, чтобы отключили или убавили звук. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию перед детьми, перед женщинами. И вот там можно послушать наших великих геополитов. Политиков за рулем, которые Я тоже там встревал. Добавлял в свою каплю яда. Ну, а так, видео на аккаунте Видеодорог будет наверное, в стандартном варианте, ускоренном в 3 раза с комментариями с комментариями о фактах. Ну все, серия заканчивается. На этом я останавливаю радио комментарии. Смотрите следующую серию. птичьи. Просто смешно будет слушать. Потому что вместе с картинкой ускоряется и аудио. Вчера при выезде с Ростова остановили гаишники. Ну ладно, все. Это уже и говорил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!